Давайте говорить на сегодня. Вот война против нас, НАТО. То есть там 100 тысяч, 200 тысяч человек готовы вот сегодня, завтра зайти в Москву. Мы их будем встречать, я образно говорю, вот этим вот чем? То есть что мы сегодня из себя представляем. То есть мы показываем всему миру, что мы вот это будем. Может, сейчас есть какой-то политический контекст вообще-то выставки? Если ваше отношение к специальной военной операции и отношение вашего директора непосредственно к специальной военной операции, то есть как вы можете выразить ваше мнение по поводу того, что он сбежал из страны, когда началось СВО? И поменялись ли как-то взгляды по руководству музея на специальную военную операцию? И будет ли здесь проходить выставку, посвященная героям специальной военной операции? Честно говоря, я не могу отвечать за политические взгляды директора, потому что это не входит в мои обязанности непосредственные. Насчет того, что вы говорите, есть ли какой-то политический контекст, если бы он был, то эта выставка, к сожалению, не могла открыться, потому что музей все-таки имеет какой-то определенный вес. То есть вы понимаете, да, все-таки? Я понимаю. На какое-то понимание у вас есть политического контекста, тех событий, которые происходят? И что несет в себе вот эта выставка? Эта выставка несет в себе просто воспоминания, какую-то ретроспективу российского искусства, начиная с 1980-х, заканчивая современностью, то есть 20-ми годами. Мы бы хотели сейчас прийти на эту выставку и увидеть здесь портреты наших героев, то есть которые там поддержали... Ну, даже может быть, что-то такое объединяющее, как Путин сказал, да? Нам нужна консолидация общества, объединение общества. Вот этого сейчас очень остро не хватает. А все вот выставки, музеи, экспонаты, в принципе, они должны быть направлены на это русло. То есть как это достигнуть, это вот другой вопрос. Вот в данном случае, если тут как бы искусство нам говорят, я искусство особо не увидел. Я увидел свои старые хламы у себя в сарае, в деревне, и все. То есть я вообще не понимаю, как это может сработать на объединение, консолидация общества, и по большей части я вижу здесь, например, шизофрению. Просто шизофрению. Вот я даже не шучу. Как вы думаете, почему гараж выступил против специальной двойной операции? Я вас очень попрошу выживать в мою эфир, потому что у вас съемка не согласована. И это некая провокация. Ну, это можно снизить к провокации, да. Это провокативного характера действа, поэтому мне придется либо позвать службу безопасности, либо, как с вами говорится. Продолжение следует... Продолжение следует...